МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ Автомобильный клуб Что самое главное, что и как нам нужно сделать на площадке в ГИБДД И в городе тоже Потому что сейчас площадку в город объединили Поэтому мы с тобой вместе это проговорим Угу, угу Итак, ну собственно что, тебе слово Ты поделилась со мной замечательным Первый раз в жизни вижу Листочком, это называется у нас Так, это называется у нас как? Экзаменационный лист проведения практического экзамена На право управления транспортными средствами И категории прописаны там с Б до Д1Е Угу, и тут вот То есть это живой, прямо вот галочки стоят там Да, это живой пример Это ученика, который не сдал И соответственно я хочу рассказать Что ждет ученика, когда он идет сдавать вождение То есть мы с тобой в прошлой передаче Немножко кратенько поговорили Ну звучит угрожающе, что ждет ученика Ну обычно все спрашивают Да, вот вроде бы учиться интересно А экзамен, ну как будто бы он такой Ну все слышали, что экзамен сложный А что там сложного, непонятно Вроде как просто инспектор валит и все А больше ничего никто не знает А что спрашивается, что на самом деле Должен ученик знать, уметь делать И насколько это важно А что-либо вообще спрашивается Или инспектор просто говорит А сейчас едем там направо И все, и больше ничего не говорит Да, и больше ничего не говорит Он не спрашивает Вот прежде чем сейчас мы повернем Вот как вы думаете Какие пункты ПДД задействуют Вообще разговора нет Нет, разговора нет Потому что ты до этого сдал теорию Значит предполагается, что ПДД ты знаешь Теперь надо посмотреть Умеешь ли ты его применять Вот, ну и соответственно У нас площадка с городом Теперь объединились И инспектор спрашивает 15 пунктов Которые у нас здесь задействованы В экзаменационном листе То есть то, что мы с тобой вот видим 15 пунктов Потому что там всего их 19 Но там какие-то для Д Категории С Здесь очень интересно написано Кандидат в водителе Да, знаешь, особенно мне это нравится Когда Это в заголовке Да, инспектор говорит Кандидат в водителе Подойдите сюда Это звучит как ругательство Какое-то почему-то Я не знаю Всегда так как-то грубо звучит Ну, недоделанно еще Да, кандидат Идите сюда, кандидат Вот Соответственно, здесь есть Площадочные элементы Как ты видишь Пункт 1.1 Например, постановка транспортного средства На место стоянки При движении задним ходом С поворотом 90 градусов Это так называемая Парковка-бокс Ну, это очень правильное упражнение Да Прекрасное Потом постановка транспортного средства На место стоянки Параллельно тротуару Или краю проезжей части При движении задним ходом Параллельная То есть парковка И разворот Три приема есть Разворот транспортного средства В ограниченном пространстве Это третье То есть вот эти три пункта Инспектор вправе спросить На площадке Угу Если дорожные условия позволяют То он может их же спросить в городе А вот здесь нюанс у меня сразу Вот пункт 1.2 Постановка транспортного средства На место стоянки Параллельно тротуару К краю проезжей части При движении задним ходом Если предположить Что у нас дорожка узкая И я могу запарковаться Как с левого поребрика Так и с правого Совершенно верно И должен показать Уметь и то и то Ага И бокс так же То есть я-то думал Что если я начну К противоположному поребрику Парковаться То меня сразу прямо расстреляют Из стабильного оружия на месте Что это вообще нельзя Нет, потому что это не противоречит правилам Если у нас две полосы для движения То ты имеешь право Припарковаться как справа Так и слева Поэтому можно выбирать Просто удобное место Ну я рекомендую ребятам Предупредите об этом Инспектора Что а сейчас я буду парковаться слева Потому что там хорошее место А не просто поехать на встречку И куда-то в непонятное место Ну инспектор видимо Уфернов на наркотиках На этих На транквилизаторах Да-да-да Чтобы это все пережить Да Ну иногда просто Ты человека видишь первый раз Я понимаю инспектора Ты его видишь первый раз Ты вообще не знаешь На что он способен Для тебя это сюрприз Поэтому конечно инспектор В некотором напряжении Это надо понимать А чтобы он расслабился Нужно ему Несколько Вот движений первых Да показать Что ты уверен Все хорошо Тогда он расслабляется И на какие-то мелочи Меньше реагирует А если ты изначально Начинаешь дерганно двигаться Он тоже начинает дергаться И не знает Что в следующий момент От тебя ожидать Конечно он лишний раз Будет подстраховываться Там за руль хвататься Или в педали вмешиваться Слушай А вы Вот ты всему этому учишь Да Я имею ввиду Психологическому настрою Вот эти все слова, что там надо С самого начала показать себя Всегда это рассказываю, и на экзамен же группу вожу Я прям с группой общаюсь, говорю Успокойтесь, ну, все равно Ты же понимаешь, можно человеку сказать Сколько угодно успокойся, особенно если ты ему говоришь Успокойся, успокойся Ну, это не про тебя Не успокаивает, да, человека совершенно Вот, просто постараться как-то отвлечь Ну, рассказать вот методику Я эту рассказываю на уроках, когда мы ездим Если группу вожу, то группе рассказываю Перед экзаменом тоже что Покажите, подумайте, что инспектор ваш друг Которого вы куда-то везете Вы дорогу не знаете, а он знает И он вам говорит направо-налево Вы как навигатор его слушаете То есть абстрагируетесь Но сам он не может везти машину, у него обожжены руки и ноги Он сидит рядом весь в бинтах Да, или просто пьяный друг говорит Давай направо-налево разворот там и так далее Вот, если так попробовать сделать Если получится, ну, гораздо легче ехать Потому что когда инспектор в форме садится в машину Или наоборот ученик садится, а там уже сидит инспектор в машине Просто там, не знаю, сердце в пятки уходит у всех людей Слушай, а бывают случаи, когда ученик какой-нибудь депрессант аккуратненько съедает таблеточку какую-нибудь? Ну, обычно не говорят нам Ну, естественно, не говорят Да, но потом мы видим по реакции Когда у нас, например, там один случай был Девчоночка просто за ручку не могла взяться Потому что у нее реакция настолько была плохая То есть она дотягивается до ручки двери и мимо берет То есть как бы хоп, раз, два, до экзема Вот прямо во время Она говорит, ну, потом мы спросили, что случилось То есть она села и вообще растерялась Она поняла, что у нее рассеянное внимание Оказалось, что она съела 10 таблеток валерьянки Слушай, а вы хоть предупреждаете как-то там Ну, конечно Что, ребятки, ничего не ешьте Конечно, что все это на реакцию влияет Что у многих противопоказания таблеток к вождению Потому что вы вообще там будете медленно И ничего сделать не сможете А вообще в целом пугливая аудитория Более пугливая? Она становится все более? Или какой генезис? Или более разгильдяйская? Вообще все пофиг И более спокойная? Вообще пугливой становится Потому что детки у нас последнее время Вот воспитывают их так Что они в основном сидят дома за компьютером Они вообще неконтактные Мы тоже с тобой об этом говорили Что они даже поговорить с кем-то не могут Вот с соседом, который вот рядом стоит Да, просто обсудить там Что, а как ты, как я там Вот Они просто стоят молча все в себе И, конечно, когда они садятся в машину Видят инспектора первый раз в жизни своей Слышали о нем много интересного И просто вот так И ступор Поэтому стараешься их расслабить Но в основном детки, которые именно там Вот 18-20 там с копейками Вот такие сложности есть Все, кто 30 и старше Вообще страха никакого Давай вернемся к этому интереснейшему документу Он называется Экзаменационный лист Проведение практического экзамена На право управления транспортными средствами Эта категория перечисляется Значит, про задний ход и парковку мы поговорили Что тут дальше любопытного? Любопытно, что нужно сделать проезд Регулированный, нерегулированным перекрестком И перекрестка равнозначных дорог Если он есть при наличии Выполнить левые и правые повороты Но не указано сколько Количество не указано То есть Всегда инспектор Говорит Например, здесь делайте Здесь делайте На таком перекрестке На таком То есть он должен проехать Несколько перекрестков И там, естественно, задействованы Будут правые и левые повороты Главное, чтобы они были В принципе спрошены Для того, чтобы, как ты видишь, здесь галочка стоит, что инспектор спросил То есть видно, что он спросил Он спросил проезд нерегулируемого перекрестка, равнозначных дорог И левые и правые повороты В принципе, на этом экзамен закончился А что значит, галочка стоит, но все, не сдал, да? Что он успел спросить Должен все, все 15 должны галочек стоять Ты же так говоришь, успел спросить перед летальным исходом, что ли? Перед тем, как ученик не сдал Ну и вот если перевернуть лист, мы с тобой видим, что сделал неправильно Да, с другой стороны, ошибки и нарушения, допущенные в процессе экзамена И мы видим с тобой, что ученик у нас Ага, все, то есть получается, с другой стороны, как бы, ответы на вопросы, да? Да, да, сделал или нет Это требование новое, то есть такое относительно, что нужно все вот это, все вот это спросить И вот здесь вот все поставить И система бальная немножко изменилась у нас Теперь еще есть по два балла ошибочки Ну вот эти квадратики Смотри, можно сделать всего четыре ошибки Пятая не сдал Если ты видишь один квадратик, это сразу грубая ошибка Это сразу не сдал Два квадратика, это значит ошибки по три балла Три, три, шесть не сдал Потом идут по два балла, три, по три квадратика И четыре, ой, пять квадратиков точнее Это по одному баллу Например, несвоевременно подал сигнал поворота Видишь? Да, да, вижу То есть он его включил, но не в то время Таким образом ввел заблуждение Например, там был еще поворот куда-то во двор А мальчоночка включил раньше времени Давай вот здесь запятую маленькую А когда нужно подавать сигнал поворота Потому что самое обидное Когда ты смотришь, впереди машина встала Там есть левый поворот, но он сигнал не включил Значит он помчится прямо А это утро, пробки И ты за ним встаешь такой Сейчас включу передачу первую, помчусь за ним И вдруг он на половине светофорного времени Включает себе левый поворот А ты уже за ним встал И тебе уже никуда не перестроится И ты его начинаешь считать не очень Хорошим человеком Подносящимся к меньшинствам даже в некоторых случаях Вспоминаешь Гузею, да И как она это четко говорит Вот Значит Да когда подавать? Подавать, ну как в правилах, да, по правилам скажем Значит нужно подать сигнал заблаговременно До начала маневра Но так, чтобы не ввести никого в заблуждение Так, давай осмыслим То есть заранее Но посмотреть нет ли еще каких-то въездов Или разрывов, например, в разметке Которые могут показать, что ты вот туда едешь То есть водитель должен оценить обстановочку И тогда включить И, кстати, по поводу того, кто перед перекрестком включает Если перекресток у нас с разделительной полосой Да То он вправе включить на втором пересечении То есть первое пересечение проехать А потом включить поворотник И это будет правильно по правилам Но вообще это ужасно Лучше заранее я пойму, что ты не навстречу в первый проезд Я это пойму Но включи мне заранее, чтобы, как ты говоришь Я смогла спрогнозировать свое движение Да Да, все верно Но вот по правилам действительно он может выехать на середину Включить, потому что разделительная Именно так и надо поступать по правилам Или еще, ну да, ты правильно намекаешь Что все равно из этой полосы Все равно по правилам только налево Че это я тут встал и думаю из нее сейчас прямо рвану Ну, если знаки были, что только налево, да Тогда он может и не включать И так, само собой разумеется, что он налево поворачивает Раз он здесь стоит, правильно? А вдруг я подумаю, что он не заметил, что там только налево И он поедет прямо То есть для меня лучше бы, чтобы он был в этой полосе И включил поворотник Тогда у меня сомнений нет Я спокойно проезжаю Но если он что-то одно или другое не сделал Для меня это повод задуматься Что вдруг он прямо поедет? Да, вдруг он, ну просто нарушитель Он встал туда, потому что там поменьше народу И потом прямо поедет Ну а что, там нарушение Тем более я и сам каждый день такой же В этом же месте Когда я первый успеваю Вот Поэтому, да, все, надо смотреть Да, все, скобки закрываются Да, скобки закрывают Возвращаемся обратно И, значит, несвоевременно подал сигнал поворота И мы поставили одну галочку из пяти, да? Да, то есть продолжается экзамен Второе, там, смотри, 5-2 Неправильно оценил дорожную обстановку Ну это, слушай, это можно, мне кажется Тут вообще книги писать по этой формулировке Да, но это что-то было опасно, скажем так Это было опасно Вроде бы к ДТП не привело ничего Но видишь, что если он будет все время так выезжать То потом в будущем это приведет, возможно, к ДТП Поэтому, да, тут можно написать практически все А по каким поводам это может быть? Ну просто пример какой? Ну что, значит, неправильно оценил обстановку? Например, ну смотри, можно такое Стал выезжать, отъезжать от правого края Так Вот Отъезжает, вдруг увидел машину и вернулся обратно Испугался и... Да, и вернулся обратно Ну, вроде бы он ему не помешал, потому что он уехал Ну, та машина, конечно, тоже встрепенулась Да, как бы сейчас ученик еле-еле вылезает передо мной Что мне делать, уже тормозить или что? Вот, но он вернулся, не помешал Но это о чем говорит, что он не должен был выезжать Он неправильно оценил, он неправильно время рассчитал Все, понятно теперь, да? Вот такой момент, например Ну и смотри, это тоже был один балл И мы с тобой видим в 3-3 пункте, что не подал сигнал световым указателем поворота Перед началом движения, перестроением поворота Или разворотом, или остановкой, ну неважно, да, не подал Это три балла сразу То есть, если ты не вовремя включил, это один балл А если ты вообще не включил, это три балла Ну и того, видишь, пять баллов И, к сожалению, это нехорошая оценка, отрицательная Слушай, ну опять же, под вопрос Если вообще никого нет Вот вообще ни одной машины И даже пешеходов И я поворачиваю направо Я должен включать поворотник? Конечно Ну, по правилам, да Но если не включил, я же никому ничего Ну вообще никак не доставил никаких неудобств Ну, потому что ты привыкнешь его не включать То есть, мы догматически все равно включаем Это как мы подходим к пешеходному переходу Нам красные, хотя ни одной машины вообще никого нет Четыре часа утра И все равно мы стоим Это будет правильно Саша, не поверишь, я стою Я стою, да Не знаю, я не бегаю Нас два с тобой, как минимум Я стою и жду, хоть никого нет Потому что вот принципиально Если ты разрешишь себе нарушать правила Ты их будешь нарушать везде Поэтому, как бы, вот ничего, постою Другим пример покажу Что да, красная, я стою А еще, знаешь, иногда бывает Стоит человек 10, а один находится такой Раз, пошел смелый такой В наушниках, глядя в айфон И в капюшоне Да, и в капюшоне, да И все смотрят на него Я так вот так иногда Боковым взглядом так смотрю Но люди смотрят Некоторые вообще с отвращением И я жду, когда же в обществе появится Вот это вот ощущение Что вот это все-таки делать Ну как-то на глазах у всех Ну как-то нехорошо Ну это лирика, да Да, я к чему тоже хотела Все мы с тобой это проговорили Для того, чтобы ребята Перед экзаменом нашли Вот мы с тобой два раза назвали этот лист Можно найти его в интернете И посмотреть То есть это никакой не секрет Какая-то там секретная бумага Которая выдается только перед экзаменом И никогда ее никто не видел Действительно, этот экзаменационный лист Можно найти он обновленный Двухсторонний Почитать, что с вас будут требовать И почитать, что делать нельзя Хотя все это по правилам и расписано Хороший пункт 5.4 Допустил иные нарушения Да, ну честно говоря Я не видел, чтобы его заполняли Но я не знаю, что это должно произойти Вот, потому что в принципе Перечислено почти все Вот такое глобальное Что может потом помешать В жизни там Когда будешь водить Что такое допустил иные Ну какие-то иные Которые здесь не прописаны Ну и над ним я бы еще отметил Тоже приятная такая формулировка Неуверенно пользовался Органами управления Я тебе хочу сказать Что вот второй лист У меня, посмотри, пожалуйста 5.3 У меня стоит галочка там Ученика, видишь? Ух ты, это за что это? Не уверенно пользовался Это когда ты включил Сначала третью Вместо первой При трогании Потом понял все-таки Что это третья Включил первую Так это инспектор виноват Подсунул такую машину Ну то есть То, что ты дергал Ручку коробки Там туда-сюда Потом не мог заднюю Три раза включить Нажимал-нажимал Она все не включалась Это называется Не уверенно пользовался Либо это рывки Когда ты бросаешь Сцепление машина не глохнет Но рывок такой есть Это касаемо, конечно Механики Если брать автомат То это Кривое движение Но в пределах полосы Например, когда едут Там Такой Немножко зигзагом Или резкое торможение Ну, когда не требуется Для предотвращения ДТП То есть Тормозит резче, чем нужно Или не тогда, когда нужно Это неуверенно Давай подведем итог У нас минутка всего осталась В целом Да Значит, друзья мои Мы всю программу Вот этот маленький кусочек передач Мы говорили о сдаче На права На площадке И в городе Именно вот когда инспектор Сидит рядом Да О чем мы должны помнить И чего мы должны бояться И чего не бояться Мы должны понимать Что все, что сейчас происходит Все, что делается На экзамене Это для вас Для будущего Поэтому, если вы делаете Какие-то ошибки Это не страшно Возможно, в будущем Это убережет вас От сбития пешехода От того, что вы Неправильный перекресток Выйдете Кто-то врежется Там с поперечного направления Ваши ошибки Которые вы должны проработать Прорабатываете Идете опять сдавать То есть Это не потому, что Инспектор такой какой-то Злой Заметил, что вы Неправильно повернули А это все делается Для вас Для будущего Вы безопасно водили Для себя И для окружающих Для безопасности окружающих Да Совершенно верно Поэтому Ходите сдавайте Почитайте лист Посмотрите, что от вас Будет требоваться И, соответственно Подготовьтесь Большое спасибо Татьяна Ермакова Автоинструктор Автомобильный психолог Руководитель и красавица У нас в гостях По вторникам В программе Автоклуб Спасибо большое, Таня И до новых встреч До новых встреч Да, счастливо Моторадио представляет Автомобильный клуб